Я скажу так, что у меня в гнезде Ухаря, здесь вот, именно здесь возникла такая традиция. Наверное, многие обратили внимание, практически на каждом концерте я пою какую-нибудь такую песню, не свою, которая просто мне нравится. Я обычно чужие песни пою дома на кухне, но могу позволить себе здесь одну песню спеть, к примеру. Но не считая Дня Победы, когда я такие общеизвестные вещи пою. Некоторые говорят, что совершенно неожиданные вещи. Мне сегодня, кстати, пришло там сообщение в Однокласснике. Женщина напишет, говорит, я вот искал песню «Туман, туман», и тут нарвалась на вас. Нарвалась. И, в общем, ну, дальше начало слушать «Спасибо», там, убранно говоря. Ну, любые песни разные. Я сейчас говорю, вдруг вспомнил глюкозу, к примеру. Я, ну, в общем, могу послушать, она меня устраивает в том плане, я в машине слушаю, когда ночами езжу, и, ну, вот почему-то при ней я не засыпаю. То есть уже вроде как нравится, так думаю, ну, как я тут буду пять юра-юра-юра, я такая дура. Нет, сегодня песня, конечно, совершенно другого формата. Это далекое детство, такая первая половина 70-х годов. Родители служили в Казахстане, МБ-5 такой полигон, там, гарнизонный дом офицеров. Я вот помню, я тут с мамой вообще на сцену выходил где-то лет с пяти, если не с четырёх. Мама пела и прекрасно поёт ещё вот даже сегодня, уже на девятом десятке лет, может быть, вот так. Ну, и я либо просто стоял на сцене рядом с ним, а потом это как-то быстро переросло со временем в то, что я стал песни какие-то петь, детские, не только детские. Помню, все время возмущался. Я пел такую песню, если, ну, люди в относительном возрасте помнят военную петь. Не плач, девчонка, пройдут дожди. Вот, и на словах, там, что-то вернусь, обязательно женюсь, весь зал начинал просто хохотать. А я такой маленький стою и помню, мне всё время было так обидно, думаю, что они смеются. Вот. Ну, та песня, которую я спою, я, ну, наверное, пел, если не в первом, то во втором классе. Помню, аккомпанировала мне какая-то там тётечка на фортепиано. Может быть, я, ну, внезапно она мне пришла в голову, что я могу её спеть. Она действительно нравилась и нравится. Может, потому что ноябрь на дворе. Древний третий шик, северный город, Что тебе снится, крейсер «Аврора», в час, когда утро встаёт над него. Может, ты снова в точке мохнатых вспышки орудий видишь вдали. Или, как прежде, в чёрных бушлатах грозно шагают твои патрули. Волны крутые, штормы седвые, доля такая у кораблей. Судьбы их тоже чем-то похожи, чем-то похожи на судьбы людей. Ветром солёным дышат просторы, Что тебе снится, крейсер «Аврора», в час, когда утро встаёт над него. Ой, что тебе снится, крейсер «Аврора», в час, когда утро встаёт над него. Ну, буквально три дня назад столетели Октябрьской социалистической революции. Мы можем по-разному относиться к этому празднику. Хотя, кстати, вот этот мультфильм, где прозвучала эта песня, он... Ну, понятно, да, про революцию, но просто я вот тогда смотрел совершенно другими глазами, чем нынче, Потому что песня-то, вот заметьте, Шаинского, на этой особой революции нет. Просто, ну, действительно, корабль-то уникальный. Он побывал в Цусимском сражении и вышел оттуда, ну, с пробоинами там и так далее. Вот, мы сегодня можем на него смотреть, это просто потрясающе, действительно, вот, боевой корабль. В этой связи вспоминаю, тоже в 87-м году я ещё в военном училище учился в Питере. И помню, мы участвовали в параде в честь семидесятилетия Великой Октябрьской социалистической революции. В Знамённом батальоне открывали парад, мы всегда были такие гордые, отбирали всех по росту. Я шёл в последней колонии, отставить, в последней шеренге. Потому что был так, ну, не того роста, как там, те, которые шли впереди. Но всё равно очень гордился. Я помню, нам дали аксельбанты, на шинель мы их повесили, И нам разрешили потом ещё в увольнение с ними уйти, и мы ходили гордые по городу.